мое почтение друзья сегодня продолжаем работу над ошибками как я уже в принципе обещался значит сегодня мы будем делать вот эти вот цветочки обновлять их углублять очень придавать форму я уже опубликовал это видео где я пояснял причину вот этого вот вмешательства мою старую работу вот смотрите по идее ролик предполагается быть длинным поэтому я буду периодически включать выключать камеру вот оставлять только более-менее на мой взгляд интересные моменты так вот и в общем начинаем сегодня суббота прекрасный день солнечный поэтому поехали значит работаю я сегодня ну как бы это сказать преимущественно вот такими вот штихелями это такие вот полукруглые ну я их принципе использую для для вырезки вы стругивание дулов у клинков но ими можно также делать вот эти вот канавочки вот здесь формировать вот эти вот лепесточки вот так вот наш смотрите в чем нюанс бронза металл специфический врезаясь и создавая свежую поверхность это все дело начинает бликовать в глаза вам поэтому я буду периодически снимать деталь отжигать ее чтобы затемнить вот эту вот как бы поверхность потому что она будет мне очень сильно мешать слепить мне глаза вот в общем поехали здесь я уже начал в это наверное на той неделе еще начал ковыряться вот с этой вот штукой уже один лепесточек готов я просто попробовал как оно будет так извиняюсь сразу же за шмыганье носом потому что немножко простужен вот надеюсь вам будет видно постараюсь конечно же руками не закрывать зону резания вот там уже дальше как получится и и вот еще такой момент значит бронза здесь я так понял что я сделал из латуни пломбу очень тяжело конечно подобрать сплав чтобы он соответствовал поэтому когда я отожгу бронза потемнеет это по идее должно остаться вот такой вот желтой полосой ладно будем считать что так и задумано в общем поехали вырезаемся будем потихонечку срезать стружечку укатилась что-то укатилась работать можно в двух направлениях как от тычинки так и к тычинке так видно работа принципе предполагается долгая поэтому даже даже и не планирую за сегодня закончить потому что я помню когда я это только делал мне часа полтора два уходила только на один цветочек представьте это как бы в реальном времени показать вам вырезку одного элемента вы просто уснете там перед мониторами поэтому как бы буду наверное или сделать как я прошлый раз делал что ускорю запись вот но тогда тогда придется и тогда придется пожертвовать комментариями вот так вот поэтому в принципе смотрите сейчас техника неударная я просто выдавливаю стружку руками иногда пользуюсь где она тут господи этот лазик иногда пользуюсь у такой вот ручкой вот одевая ее на разные штихеля ну иногда без нее потому что она нет влазит но опять же длина тогда будет очень длинная когда штихель очень сильно вперед торчит этот самый его очень тяжело ну как бы это сказать контролировать поэтому я стараюсь чтобы он вот так вот держался чтобы длины пальцев хватало до его кончика чтобы я их придерживал техника напоминает примерно резьбу по дереву с той лишь разницей что древесина очень твердо в рубаре в кавычках и снимается очень такая тонюсенькая стружечка напоминающая вообще фольгу поэтому говорю сразу ребятки я даже не планирую сегодня все снять главное в принципе начать мне это делать потому что уже затеял надо добить конечно не очень хотелось сегодня хотел кино посмотреть не заниматься вот этим вот как я уже говорил что чтобы не создавались гофры работаем штихелем в разных направлениях тогда они друг друга как бы гасят друг друга ну как бы это сказать в нахлёст идут друг к потому что если постоянно в одном направлении работать они начинают этот аж тихель прыгать начинает вибрировать ну как вибрировать начиная тут эти вот приколы все поэтому я чуть-чуть его в разных направлениях очень легко режется ну как легко когда знаешь что делать и острый и острый инструмент тогда да одно удовольствие работать как только инструмент подсаживается нужно его обновлять подтачивать потому что начнете потом это сильно давите очень высок риск что он соскочит и что-нибудь срежет не то что нужно сейчас сформирую сформирую один листик вместе с вами и уже тогда отключусь буду уже спокойно работать и включусь уже когда будет готова на это потом же смотрите я врезаюсь потом нужно будет его алмазными вот этими вот шариками обрабатывать потому что наждачкой понятно и сюда не подлезу лишь по залезу вы все тут вокруг алмазными вот этими шарошечками аккуратненько там буду указать и как от рефелями работать потом иголочкой этим самым все это заглаживается и обжигается есть один пошли с этой стороны следующее не знаю вам нормально там видно потому что я еще такой взял ракурс вот ну давайте я сделаю сделаю вам этот покажу поближе вот видите как она сейчас фокус поймает то есть видите верхушки срезанные в этих всех цветов я просто углубляясь вот этим вот вот эти вот тычиночки где они туда господи вот эти не тычиночки как это называется такивить по три полосочки это я уже конечно потом еще раз на виду то есть тут не проблема их сделать мне сейчас надо выбрать вот эту плоскость вот сделать вот такое вот седло как бы каждого лепесточка вот так вот ну и листочки то ну короче работы тут хватает и же решу придумал себе головняк ну потому что не мог с этим мириться то знаете как это глаз режет постоянно поэтому так вот ладно пока ребятки отключаюсь продолжу уже этот самый когда хоть что-то будет уже сделано потому что удержать вас и знаете как это заставлять постоянно ролик перематывать это такое себе так я только что просмотрел отснятый материал увидел что я частично закрываю рукой поэтому я немножко камеру передвинул теперь я вообще абсолютно не вижу чего я снимаю потому что монитор от меня отвернут вот ладно попробуем так чтобы же шивом было видно лампочку поближе погнали следующий сейчас тут есть какой-какой момент который мне надо выбрать взял зеркальце помогаю себе смотри че снимаю значит здесь же смотрите широкая часть лепестка здесь узкая поэтому одним и тем же радиусом не получится работать здесь я работаю широким радиусом здесь более не больно меньше радиус чтобы переход был плавненький у нас так 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 и следующий песточек так и и и и Обычно я беру очень маленький круглый штихель и выбиваю вот это все, но сегодня решил не тарабанить. Попробую по крайней мере. Она довольно таки неплохо режется. Работа, конечно, долгая, но мне спешить некуда. Даже если я в день буду делать по одному лепесточку, то хорошо. Основная задача сделать не быстро, а качественно. Чтобы я через полгода опять его не взялся переделывать. Так, что там у нас по записи немножко выровнять. Да. Так. Вот надо. Так. 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 немножко глубины создадим так видите я уже тут и кантику подошел сейчас возьму что-то поострее чтобы вам показывать смотрите уже добрался до кантика убрал полностью вот эту площадку плоскую и теперь углубляемся конечно же ориентируемся по бликам потому что именно когда перекатывается блик по детали я могу примерно судить о форме вот этой вот канавки когда он рывками идет и понимаю что она не совсем ровная а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вам так скажу, что вырезать это не проблема, вот отшлифовать это все, вот это да, это долго, раз от 3 наверное дольше, потому что надо с каждым лепесточком сидеть индивидуально. Все это вышлифовать, выполировать, потом я же решил делать патину, чтобы оно не бликовало, короче свои приколы. Просто опять же, когда я тогда это делал, я вообще не знал абсолютно ничего, как работать с металлом. Вот эти все нюансы, это уже сейчас мне проще это все идет, потому что уже как бы небольшой опыт есть этой всей резьбы. Сейчас вам поближе покажу. Вот видите, второй лепесточек, понятно, что еще кривое все там, я просто, это же первичная урезка. Поэтому сейчас еще пока смотреть особо не на что. Вот так вот, ну будем продолжать. Ладно. Вот так вот, ну да. Продолжение следует... Ну, давайте глянем, что получилось. Это уже, наверное, не гравировка, это уже резьба, наверное. Вот так вот я врезался. Ну, сейчас, видите, плохо видно, потому что он обликует это все дело. Еще нужно будет его шлифовать, полировать. Вот этот, видите, лепесточек последний еще нужно сейчас подровнять немного. Вот так вот. В общем, работе еще быть. Это я, наверное, застрял на пару выходных. Посмотрим. Ладно, ребятки. Я думаю, что немножко я вам сегодня показал. Ну, мастер-класс не мастер-класс, это такое дело. Расценивайте, как кому удобно. Вот я просто показал, как именно я режу бронзу. Потому что со стороны может показаться, что это литье. Хотя даже литье, создать литейную форму такой сложности, это тоже, уже, как говорится, работа и нелегкая. Поэтому вот так вот буду потихонечку продолжать. Стараться немножко вас держать в курсе, кому интересно. Потому что я больше чем уверен, что среди моих зрителей тоже есть энтузиасты, которые бы хотели попробовать себя в этом направлении. Ну, в общем, ладно. Все, ребятки, всего всем доброго и удачи в творчестве.